Полезный и очень вкусный ресторанный салат в домашних условиях. Салат с кожзием сыром и инжиром. Это просто сногсшибательно. Прямо сейчас мы его приготовим. Привет всем! Погнали! В горячий мед добавлю чайную ложку горчицы. Горчицу можно брать любую, не обязательно в зернах. Выдавлю сюда сок лимона. Где-то ориентировочно 1 чайная или 2 чайные ложки сока. У меня полдольки лимона и вот так выдавливаю. Добавлю черный перец. Также немножечко соли. И где-то там 2 десертных ложки соевого соуса. Хорошо все перемешаю. Кисло-сладкий соус готов. Берем тарелку, в которой будем делать салат. Накидываем сюда листья салата. Делаем подушечку, подложечку. Да. И вот так поливаем обильненько этим соусом. Дальше беру айсберг. Его тоже сюда кидаю. Конечно, посудину ты взяла маленькую. Да не маленькую, нормально. Тоже поливаю. И айсберг полью, да. Полью айсберг. Полью. Шупрос хорошо. Так как салат я даже маслом растительным не буду заправлять, жиры у нас будут... Это авокадо. В качестве жиров будем использовать авокадо. Кошерный салат. Не сельский, я бы сказала. Ну, это ресторанный салат. Я на выходных была в ресторане. Заказала этот салат. Он стоил 8 евро. Я решила попробовать сделать этот салат дома. Посмотреть, насколько, во-первых, получится ли у меня таким же вкусным. Ну, и по цене. И я уже завтракала этим салатом. Получился соус такой же, как в ресторане. Салат вкусный, даже на 0,5% вкуснее. А дешевле ровно в 3 раза. В 3 раза разница, да. Если вы хотите ресторанный салат, то вот вам будет и ресторанный, но дома. Кашу-малашу секретный ингредиент. Да, сюда же теперь добавляем кино чуть-чуть. А это разве кино или это амарон? Это кино. Крупа, крупа кино. Никак не выучите название. Он такой сытный. Боже, я им позавтракала, я по-моему уже аж до следующего утра мне хватит. Ой, я тоже такой салат захотела. Сейчас это я же тебе делаю, я-то уже наелась. Не, по утрам надо вот так вот приходить. А тебе салат такой ресторанный. Надо знать, куда в гости ходить. Снова соус. Пупсик, пупсик есть, пупсик. Все заняли свои спальные места, тут не втолпишься, некуда лечь. Марсик, ты жив, Марсик? Ну, самый основной ингредиент это брынза козья, потому что салат называется там салат с инжиром и козьей брынзой. Покупаем шайбочку. Кстати, шайбочка у меня стоила там 2 евро и на 3 раза можно поделить на 3 салата. Ее сыр нужно запечь либо на аэрогриле, либо на гриле. А я попробую на сковородке. Я утром себе делала в аэрогриле, но сейчас попробуем. Я думаю, что не у всех есть такое приспособление, поэтому проверим на сковородке, обжарим сыр. Не буди, не трогай его, не трогай, пускай спит. Проверь, что там мама делает. Мама что-то делает? Все. Ну, такой ингредиент ищи-свищи всели. Да ну, козий сыр, это же должен быть везде. Так, сиди сюда мне сними, что я уже сказала, что это салат с инжиром. Нам нужен инжирчик, буквально полторы штучки инжира. Разрезаем на такие дольки. Я инжир тоже сейчас прогрею в сковородке, чтобы он был теплый, потому что салат этот теплый. О, да, есть контакт. Есть контакт. И вон на корочку, чтобы была, да? Да. Да, сейчас инжирчик выложим. Распределим. Вот так, по сторонам, для красоты. Лепесточками. Да. Почти главный ингредиент. Да, посередине козий сыр. Какая лепешка. И последний ингредиент, это кедровые орешки. Я думала фасоль. Кедровые орешки, конечно, и жир. Авокадо. Ну да. Ты думаешь, что мне позавчера так понравился этот салат в ресторане. И сок сверху на инжирчик, на сырочек прям. Красивый. Мне интересно, ты будешь в таком же восторге, как и я, или нет? Ну я же такая попроще. Колхозный человек. У меня такой сельский житель, скромный. Кушать подано. Я даже не знаю, как его петронусы, потому что есть. Так, с временем дегустации. Ты так красиво смотришься. Время пошло. Да, да, да. А жалко его резать. Накажи, особенно этот сырок резать надо. Давай, ты его ломай, ты пытайся взять все ингредиенты, по чуть-чуть там. Ну сейчас я кусочек сыра тогда отрежу. А что значит все ингредиенты? А кто гость нашего канала, видите, какие тут пироженки стоят? А, пироженки, кстати, вообще... Несколько слойные, маковые. Поэтому подписываемся на канал, дабы видеть все наши рецепты. Рецепты у нас офигенные, легкие, вкусные. Всё собрала. О, оно. О, оно. А что-то аж нож облизывается. Теперь все хватит, там достаточно соуса. Я точно как ни в какой ресторане не ем. Что, офигела? Не ожидала? Что я нож облизала? Там соус на нем. Да, да, соус на дне. Ты прям можешь вот так перемешивать. Ого. Слушай, ну а козья бризна, в принципе, такая же, как и коровья. Я не слышу отличия. Да, я тоже думала, что она там будет какая-то вонючая. Но она полезнее просто. Полезнее, вкуснее. То есть, если даже не найдёте козью, можно коровью заменять. Тоже не... Ну, наверное, не знаю. Мне тут нравится кусочек инжиров. Да, этот салат просто именно в ресторане идёт с козьим сыром. Я решила его... Повторить так же, да? Повторить так же, да. И для меня задача была сделать именно соус вот этот кисло-сладкий. М-м-м, вкусно. Да? Угу. Повторые, они сытные. Короче, тут всё как надо. Ого, как вкусно я могу пока, сыр не беру. Ну, то есть, вот я порции салата наелась и больше ничего другое не заказывала, потому что вполне сытный такой салат. Это идёт и первый, и второй, и десерт. Всё, Олька, сняла для тебя рецепт. Готовь себе, а то пока дойдёшь до Болгарии, не знаю, когда это будет. Боже, вкусно. Вообще. Пока сейчас есть ещё эти инжиры, он такое всё. Ну, да. Инжир, наверное, круглогодний есть. Ну, сейчас-то он у нас на деревьях бесплатно растёт. Вообще? Да. О, я думала, не буду. Да, ага. Сейчас-то я ковыряюсь, конечно, как... Ну, да, я знала, что ты будешь. Какой бы сытный не был, да, салат просто... Я сытая, да не могу, но смотрю, у меня самой слёнки текут. Я вспоминаю его вкус, и у меня прям вырабатывается... И крупа тут тема, она так делает... Такая хрустящая, да? Да, она делает своё дело. Короче, всё тут как надо. Да. Так что не тратьте деньги в ресторан, чтобы в три раза дороже делать салаты. Смотрите лучше канал Райвика и повторяйте с нами. Ой, классно. Я говорила, что я не голодная. Ага. Куда там? А прикольный горячий сыр, да, вот? Да. Когда оно что-то тёплое в нём, классно. Да, ещё я ела как-то салат с Бурата. Надо попробовать теперь сыр Бурата найти. И тоже попробуйте его повторить. Тут всё в тему. Всё, лишнего нет ингредиента. Угу. Да. Всё. Якует уже вкусно. Ну всё, желаю им там счастья, добра. Подписывайтесь на канал. Желаю вам всего хорошего, да. Ставьте лайки. Всего, что вы хотите. Всего, чтобы у вас было. Да. Ставьте лайки, подписывайтесь. И как там дальше? Дальше тоже смотрите нас. Пока поедем. До новых встреч, друзья. Пока. И, Лолка, ты говоришь... О, ты начала уже как я, говоришь... Ммм... Ммм... Вкусно. Ммм... Шо, кто смотрит там, да? Вкуснотища. Шо, мама тоже начала укать. Ммм... Вот это да. Вот это вкусно. Субтитры сделал DimaTorzok